Добрый день! Вышел ваш материал в новой газете, расследование про внесудебные расправы в Чеченской Республике. Расскажите коротко содержание для тех, кто не читал, а потом я пару вопросов задам, с вашего позволения. В понедельник вышла вторая часть нашего расследования. Само расследование длилось 4 года. Началось оно с информации об убийстве, задержании сотен и убийстве минимум 27 жителей Чечни в январе 2017 года по обвинению, задержанных по обвинению якобы причастности к терроризму. Потом эти обвинения не были подтверждены фактическими доказательствами и вообще не было суда и следствия в отношении, по крайней мере, 27 человек. Их просто взяли и казнили в один день на базе полка патрульно-постовой службы Кадырова. В понедельник вышла вторая часть расследования. Первая вышла месяц назад. И во второй части расследования, собственно говоря, было опубликовано показания бывшего сержанта полка имени Кадырова, где произошла казнь. Он сам задерживал жителей Чечни, выполнял незаконные приказы, он охранял их в подвале, он видел, как их пытают, и он знал об обстоятельствах казни, по меньшей мере, 13 человек, которое имело место в ночь на 26 января 2017 года. Это большие показания. Впервые они были неанонимными, и впервые, в общем, сотрудник полиции, бывший чеченской полиции, свидетельствовал о том, что происходит, собственно говоря, в самой чеченской полиции, чем вынуждает заниматься чеченских полицейских. История читается, конечно, как сценарий страшного какого-то фильма. Все это происходит в реальности. Мы сейчас видим комментарии чеченских властей, мы видим какие-то выступления, даже митинг прошел в Грозном после вашей публикации. Что вообще происходит дальше, после того, как вы опубликовали? Какое-то расследование начато, или, может быть, какие-то вам дали гарантии, что будет проведено расследование? Что вообще после выхода расследования происходит дальше? Да. Смыслом нашего расследования, вообще причиной нашего расследования было то, что мы подали еще в апреле 2017 года список этих убитых людей. Следственный комитет стаде, что следственный комитет проведет проверку, установит их судьбы, личности, и, соответственно, возбудит уголовное дело. Следственный комитет действительно установил их личности, установил, что часть из них мертва, часть якобы ушла в Сирию на войну против Башара Асада. Вот. Подтверждений этому никаких нет. В деле большое количество документов, которые вызывают, в общем, подозрения в их фальсификации возможной. Вот. И через год, естественно, комитет вынес постановление с отказом возбуждения уголовного дела, и на этом государство хотело закрыть, поставить крест на этом преступлении. Мы продолжили это расследование, и, соответственно, целью наших всех вот этих публикаций, а еще будут две публикации по этому поводу, потому что у нас это не единственное свидетельство далеко, вот, о том, что произошло в полку Кадырова в январе 2017 года. За следственный комитет возбудить даже не за следственную проверку опять, а уголовное дело, и все-таки расследовать, потому что, в принципе, мы сделали за следственный комитет его работу. И это самое страшное преступление, которое произошло в России, которое было исполнено агентами государства против российских граждан, виновность которых никто не доказал со времен Чеченской войны. Я считаю, что и такие преступления просто нельзя оставлять безнаказанными. Мы делаем все возможное, чтобы наше государство все-таки выполняло свою работу по обеспечению правосудия и безопасности для своих граждан. Елена, можно вопрос еще такой, немножко личный, угрозы поступали после того, как опубликовали это расследование вам лично? Ну, мне вот прям лично на мой телефон или там на мои мессенджеры нет, не так угрожать боятся, потому что знают, что я все фиксирую, в общем-то. Другое дело, что публично было напрямую, во-первых, вчера, может быть, ваши зрители не знают, но вчера в Чечне состоялись митинги, выступления общественности, выступления сотрудников полка Кадырова, обращение всех президентов Российской Федерации с просьбой ввести цензуру, закрыть новую газету, наказать меня и вообще сделать хоть что-то с тем, что мы постоянно пишем о Чечне или это сделают самыми чеченские власти. Эта угроза была первый раз вообще сформулирована в апреле прошлого года, когда лично глава Чечни Рамзан Кадыров обратился после одной из моих публикаций о том, как борется с коронавирусом в Чечне к Владимиру Путину, к ФСБ, нет, к администрации президента Владимира Путина и к ФСБ с требованием, чтобы они, эй, решите вопрос этой новой газеты или я найду человека, который возьмет на себя ответственность, подразумевая мое, видимо, убийство. И сядет, посидит, а потом выйдет. Вот. И ровно такая же, в принципе, угроза была повторена одним из сотрудников полка Кадырова и выложена, в общем, на государственном телеканале Чечни РК Грозный вчера. Спасибо, Елена. Вы очень смелый человек, и то, что вы делаете, это очень важно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.